ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ходатайство или шафаат – это давать за кого-то обоснованные рекомендации. То есть о ком-то говорит, что он такой-то, такой-то человек, ему можно поручить такое-то, такое-то дело или что-то в этом роде. В Коране говорится, «Авзибилай, Миштай, Ражим, Бисмилай, Рахмай, Рахим» «Май яшфа' шафа'атан хасанатайя куллаху насуебум минха» То есть тот, кто походатайствует хорошим ходатайством, тому оно станет уделом, то есть получит награду за это. Пророк, с.а.л. также говорил, «Ишфа'у ту анджару» То есть ходатайствуйте за достойных людей и будете вознаграждены. Привели имам Абу-Дауд и ан-Наса, рахимогам уллах. Также, когда один человек попросил у посланника Аллаха, с.а.л. что-то, то он повернулся, этот наш пророк, с.а.л. повернулся к другим и сказал «Походатайствуйте за него, чтобы вы могли заслужить награду». То есть он этому человеку доверял, но он также попросил, чтобы кто-то за него тоже сказал свое слово, что ему можно доверять, что он хороший и так далее, и так далее. И хорошая рекомендация сама по себе является хорошим делом. Если же от этого ходатайства или рекомендации будет какой-то положительный результат, то награда за такое ходатайство увеличится вдвое. Но следует отметить, что также ходатайство должно быть направлено на правильную цель. То есть если кто-то походатайствует за кого-то с целью совершения греха, то он заслужит этим тяжелый проступок. Поэтому нужно хорошо знать личность того, за кого заступаешься или за кого ходатайствуешь, чтобы ходатайство не стало греховным. Также рекомендация не должна слишком обременять человека, которому она дается. То есть важный момент. Иногда некоторые люди начинают хвалить слишком сильно. И говорят, он такой хороший, и он ночами намаз выстаивает, и он это делает, и это делает. Но мы же знаем, да, пределы даже в похвале. Они могут быть переступлены, переедены, и таким образом человек окажется в неудобном положении. Или скажут, что он там мастер на все руки, а человек, например, только умеет там, например, какие-то хозяйственные вопросы решать, а там в электрике, например, не разбирается. И говорить про него, что он там хороший электрик, тоже будет неправильным. То есть важно, чтобы мы ходатайствовали в той степени, в которой человек этого достоин. И если кто-то не знает, способен ли человек, за которого ты ходатайствуешь, поступить в соответствии с ходатайством, или же он не может этого, то не следует торопиться ходатайствовать. То есть забегать вперед и говорить, да, он все может, он все умеет. Вместо этого лучше тогда, чтобы этому человеку дали какой-то испытательный срок, чтобы оценить его профессиональные навыки. Иногда бывают ситуации, когда можно походатайствовать за кого-то, но у человека есть также свои какие-то личные правила и ограничения. То есть при ходатайстве тоже нужно об этом упомянуть. То есть как при сделке или каких-то договорах, контрактах есть какие-то условия. Например, человек может, умеет, все, но работает с и по, с 9 до 6, и все. Больше он не может работать никак. То есть эти ограничения нужно тоже упоминать. Ну и, наконец, тоже есть момент, что шариат требует от нас, чтобы мы не беспокоили чрезмерно кого-либо, даже ради другого мусульманина. Как это известно из небольшого стихотворения, смысл которого сводится к тому, что когда просишь слишком много человека, то ты его разгневаешь. Когда просишь Аллаха, то ты его радуешь этим. То есть имеется в виду, что, конечно, не нужно дергать человека постоянно, идти, ходить за ним и выпрашивать, выговаривать, что вот он такой хороший, возьми его, ну возьми его, да, на работу. То есть есть пределы и у таких выпрашиваний, у такого ходатайства. То есть, опять же, нельзя опускаться ниже человеческого достоинства. На этом завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok